Феминистки захватили кино. Оскар уже не тот? Почему мы слышим подобные высказывания? Как кино изменилось за последние 20 лет и при чем тут феминизм? Ответы вопросам, вопросы ответам Вопросы вращают эту планету На самом деле, в первые десятилетия среди режиссеров было довольно много женщин. Но в 1920-е годы в Голливуде создание фильмов превращается в бизнес, и женщин активно вытесняют из него. Так продолжается до краха студийной системы и подъема движения за права женщин в 1960-х годах. После 60-х появляется больше независимых и экспериментальных фильмов. К тому же женщин пускают на телевидение. В Советском Союзе все было немного иначе, ведь женщины получили трудовые права вместе с революцией. Здесь тоже были трудности, но все же у нас была целая плеяда женских имен. А Кашеверова не могла остановиться. Делала и делала замечания. Исправляла то там, то здесь. Надежда Кашеверова, Татьяна Лукашевич, Маргарита Барская. Кино, как и литература, это способ рассказывать истории. Когда все истории рассказывают люди с похожим опытом, их опыт закрепляется как единственно существующий. Получается, что до 60-х годов мы видели женщин на экране только глазами мужчин. Даже сама Американская киноакадемия признавала женские роли второстепенными, поэтому женская зарплата была в разы меньше, что не выровнялась до сих пор. Подобное отношение привело к тому, что нарушение кодекса делового поведения в отношении актрис было нормализовано и являлось частью работы в индустрии. Еще в 2016 году Шведский институт кино запустил хэштег 5050 на 2020, призывающий выровнять процент женщин в киноиндустрии как раз к этому году. Несмотря на это, среди режиссеров в большом кино только 38% женщин. А вот российское кино как раз программу 5050 на 2020 выполнило. На Кинотавре в этом году половина представленных в конкурсе фильмов за авторством молодых женщин-режиссеров. Лаборатория Университета Южной Калифорнии проанализировала около тысячи сценариев. Оказалось, что женщины выполнили в два раза меньше ролей, чем мужчины, и произнесли в два раза меньше реплик. С третьей волной феминизма и приходом женщин в кино мы получили больше объемных женских персонажей, которые ставят перед собой разнообразные цели, решают сложные задачи и совершенно не ставят мужское одобрение во главу угла. В кино все еще много дискриминации, но все же феминизм подарил нам возможность выслушать истории о многогранных женских персонажах, о которых мы никогда бы не услышали, если бы женщины так и не пришли в кино. Субтитры создавал DimaTorzok